Девушки отдыхают Вам удобно сегодня встретиться для интервью? Удобно Отлично, тогда до встречи Страсть к славе или лишняя доверчивость? За 30 секунд девушка по телефону уже готова лично встретиться с нами Девушка Другие категории населения обмануть еще легче Алло Алло, мам, привет Кто это? Мам, это я Дима, ты? Да, да, я это мам Мам, у меня тут беда случилась Меня в тюрьму тут хотят закрыть Ну есть один вариант, порешать можно Я тут сейчас трубочку передам Милиционеру, хорошо Сценарий из фильма воплощается в реальность Такие слова по телефону Услышали героини Я уже себе нарисовала картину Что он уже в больнице И что у него что-то с челюстью очевидно Голова раненый Это душераздирающий крест дочери И все, и я больше ничего не помню Двум женщинам ночью позвонили из Новосибирска Крик о помощи Мама, я убил девушку Поставил на уши всю семью Мошенники разыграли спектакль И заставили в него поверить всех Кто ответил на звонок Я говорю, что с твоим голосом? Ты что, в больнице? Он, нет, я не в больнице Я, а где ты? Он, дело в том, что я убил девушку Я от такого просто, знаете Просто вот я Вот так вот заорала Как просто от ужаса Татьяне Кузьминой 63 года Мошенник представился ее сыном И попросил 100 тысяч рублей Чтобы следователь порешал вопросы Деньги Татьяна не отправила Но одна минута телефонного разговора Чуть не довела до инфаркта Я потом три дня не могла сбить давление Понимаете, у меня 180 как прыгнуло И потом я только постепенно пила лекарства Пила успокоительные А мама моя вообще ее трясло несколько дней Пережила смерть мужа Блокаду Ленинграда Но сообщение о смерти внука Чуть не убило женщину Ей 89 лет После звонка в ее квартире Больше портретов родных И икон Так спокойнее Пока не вспоминает О том звонке У меня сразу перед глазами Эта девушка какая-то Распластанная У него вроде на руках Это все мгновение И потом, значит, я Я потом уже, честно говоря, я не помню А внучка уже прибежала сказать Бабушка, ты жива или нет? Жива Откачивали всей семьей Запугали и самую молодую Жительницу квартиры Хотя она слышала о таких преступлениях Ну, включаются какие-то инстинкты Мне было страшно Полиция Владивостока Уголовное дело не завела Нет тела, нет дела Семья ведь не лишилась денег А значит, и преступления никакого нет Таблетки, бессонница и давление Как будто ничего не значат Я просто начала, ну, плакать Начала кричать Я не справлюсь У нас вдруг что-нибудь случится Я не справлюсь Когда ее дочери поставили тяжелый диагноз Александра кинулась в интернет Неравнодушные приморцы Собирали деньги на лечение Сумма немаленькая 35 тысяч евро Там же в интернете Мошенники нашли Свою жертву Для того, чтобы перевести крупную сумму Нужно связать карточки Что-то такое То есть, ты мне сообщи Вот этот вот номер Типа, я карточки свяжу и переведу У тебя, говорит, снимут Какую-то, говорит, маленькую часть денег С карточки Ну, там, говорит, тысячу, говорит, рублей Вот, они обращают внимание Они, говорит, потом тебе вернутся Не вернулись преступники Обокрали семью Последние 80 тысяч рублей Деньги на операцию ушли В чей-то карман Полиция виновных не нашла Мошенников надо сажать в тюрьму Но вот парадокс Они уже там Огромное количество звонков Раздается из СИЗО Есть такие прецеденты Действительно Данных сим-карты Есть очень масса Нерезарегистрированных сим-карт И они попадают Какими способами они туда попадают Не могу сказать Даже не знаю Сообщники арестантов умудряются доставлять им средства связи Используя самые изощренные методы Прячут аппарат в передаче К примеру, хлеб или консервы Перебрасывают мобильник в определенное время В нужное место Или доставляют телефон с помощью квадрокоптера В столице используют сложные схемы На периферии все просто, но практично Этот дом находится рядом со зданием СИЗО В этом подъезде Мошенники нашли легкий способ Для связи с заключенными Через дыру в стене заключенным Передают симки и телефоны По ним преступники говорят Голосами попавших в беду Близких родственников Но вся эта правда из народа Сами сотрудники в СИН Все отрицают Полиция уголовные дела По таким обращениям возбуждает редко Пострадавшие идут к сотовым операторам Но и те ничем не могут помочь Заложные звонки И СМС компании ответственности не несут В целях профилактики Операторы связи делают рассылку В которой подробно объясняют Как не стать жертвой телефонных мошенников Релизы публикуются на официальном сайте компании А также мы их рассылаем во все СМИ города Но не все доверчивые бабушки знают Как пишется это слово Интернет Потенциальным жертвам об опасности Рассказывают лично участковые Будьте бдительны Не только на сотовые телефоны звонят А также звонят на домашние телефоны Мы пенсионеры, что там В сумке 200 листовок Большими буквами Стоп, мошенничество Они ходят по квартирам Пытаются предостеречь И не зря Каждый второй делится с участковым Своей историей Слышу, говорит Мама, мама Мне плохо А я уже была в курсе Мама, я в беде Понятно, на что рассчитывает мошенник Только от одной мысли Что родной человек попал в беду Многие теряют голову На что и рассчитывают преступники Которые звонят от лица Государственных организаций Череда звонков Приморским пенсионерам Старикам обещали Выплатить компенсацию В 450 тысяч рублей Представились Центральным банком Российской Федерации Необходима для получения денег Всего лишь небольшая оплата 22 тысячи рублей Банковской ячейки К сожалению, они осуществили перевод Безналичный А заканчивалось все Как в известной сказке На пороге сидит его старуха А при нею разбитая корыта Театральные маски Телефонных мошенников Не знают границ Татьяна Ивановна Состояние вашего здоровья ухудшается Предлагаем вам приобрести Необходимые препараты Подруга, заплати за интернет Деньги верну завтра же Я знаю, что с вашим ребенком беда Хочу пожертвовать в большую сумму Но для этого мне нужны реквизиты Вашей банковской карты Мама, я попал в беду Мне срочно нужны деньги Мам, срочно положи мне тысячу рублей на телефон Звоню по объявлению Хочу купить у вас куртку Правда, я живу за границей И мне нужны все реквизиты вашей карты Я участковый 9-го отделения полиции Ваш сын сбил человека 100 тысяч рублей помогут решить проблему Вы выиграли в лотерею Видите код и машина ваша На первый взгляд все кажется забавным Но именно в такие формулировки верит каждый 20-й житель России Возвращаемся к девушке, с которой мы договорились о съемке Вот удостоверение, вот микрофон телеканала ОТВ Мы действительно являемся сотрудниками телекомпании Но почему, когда я вам позвонила по телефону Не назвала своего имени, свою фамилию Вы так быстро согласились на встречу с нами? Я просто поверила вашему уверенному голосу Поверила, но не проверила Незнакомым голосам уже 7 миллионов доверчивых абонентов Отдали свои деньги и здоровье Если мы так легко верим в неправдоподобные истории Нас не защитит даже идеальная правоохранительная система